Алтайский край продолжает уходить под воду. Подтоплено 478 домов и 943 приусадебных участков в 40 населенных пунктах. Такие цифры краевой МЧС озвучила сегодня днем. Из-за паводка в регионе продолжает действовать режим ЧС, который ввели 30 марта. Спасатели круглосуточно работают в зонах подтопления. Эвакуируют домашних животных, крупнорогатый скот и, конечно, людей. Сейчас в пунктах временного размещения находится 165 человек. На базе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю функционирует постоянно действующий оперативный штаб. Для оказания психологической помощи населению работает горячая линия. Психологическую помощь пострадавшие от паводка могут получить по телефону. Контакты на экране. Вопрос о мерах поддержки пострадавших от половодия сегодня рассматривали на оперативном совещании в правительстве края. Там анонсировали решение о выплатах людям. Там, где вода зашла на приусадебные участки, давайте мы определимся с объемом поддержки. И надо это сделать достаточно быстро. Комиссии на местах поработают. И там, где, тем более, вода зашла в дома и порчу это, кстати, имущество, особенно первой необходимости нанесла, там тоже нужно будет оказать меру поддержки. 10 тысяч там, где вода зашла на приусадебные участки, 30 тысяч там, где вода зашла в дома. Из-за паводка пострадала и дорожная инфраструктура региона. По всему краю размыты и затоплены дороги. Сохраняются ограничения движения на девяти участках. В Михайловском, Завьяловском, Солонежинском, Волчихинском, Бурлинском, Новичихинском районах. Нет доступа к силу ракеты. А между тем, с сегодняшнего дня действует штормовое предупреждение. По вскрытию рек Чарыш и Аллей прогнозируются возможные заторы и повышение уровня воды до опасных отметок около населенных пунктов Аллейск, Белоглазово и Красногорск. Валентина Аскерова. День с толком.